Всем доброй ночи! Настало время кормить маисов. Ну, для начала, как всегда, разбор полетов. Товарищ тут заныкался. Тебе там удобно? Это удобно, раз я там сижу. Давай все поубираем, найдем, где-то тут покакал. Это у нас с влажной камеры повыпадало и повысыхало. Обратно запхнем. Дефицит называется морсфагнум. В хозяйстве пригодится. Ага, вот тут мы какали. Я поняла, ты спрятал, чтобы никто не уволок. В уголок, да. Вот такой красавчик, мужчинка-молодчинка. Да, солнышко, давай мы сначала марафет наведем у тебя, а потом я тебя кормить буду. То, что ты неотразимый, это никто вообще не сомневается. Шикарный браслетик вырос. Да, вот такой красоты неописуемой. И говорит, я кушать хочу, хозяйка, а что ты ничего не даваешь? Да, я жрать хочу. Сейчас солнце, давай поубираем сначала. Кормовой объект у меня уже разморожен, так что можно ребенка кормить. Кушай, солнце мое. Да, все та же вкусняшка, без изменений. У нас еще целая партия в морозилке. Так что пока вы не доедите, господа товарищи, другого покупать не будем. Так что кушайте, не выделывайтесь. А, говорит, пойду поищу, вдруг что-то другое есть. У-у-у. Солнце, я тебе говорю, ничего другого нету. Вот только такой вариант. Да, даже подчеркивать нечего. Все, потерялся. Голова-то с другого направления. Ну, е-мое, вот каждый раз такие дилеммы. Сейчас, скажи, нифига, найду. Сейчас. Если долго искать, то обязательно что-то найдется. Угу. Да, вот как раз в этой стороне голова. Да, да, да. Ну, удачи тебе. Может, дойдет, сейчас и сделает перехват. Я же тебе говорю, с головы удобней. Там точно нет головы. Ну-ка, глянь, где она? Во! Давай, давай. Вот это голова. Так, какое там, скажи. Легких путей мы не ищем. То, скажи, никакого разнообразия в жизни. Сам себе, скажи, организую. А вдруг? Нет, вдруг не будет. Ешь. У меня ничего больше нету. Там такая же заморозка для карамельки ждет ее. Да, уже размороженная. Так что альтернативы никакой. Занимайся. Ну, почти же нашел. Каждый раз мы ищем, ищем эту голову. Куда-то она запропастилась. Бывает же такое. А, нет, говорит, все равно где-то здесь было. Вот ничего не знаю. Было где-то здесь. Да, примерно посередке. Вот она, вот, да, бери. Вот это голова. Нет, говорит, не оно. Да. Такой товарищ. Засомневался. А кушать-то хочется. А оно то пахнет. И тепленькое после водички горячей. Да. Скажи, почти живое, только не дышит. Хочет, я его пошевелить могу. Типа убегает. Не? Сам разберешься. Ну, давай, давай. Не, тут ты уже пахнешь там, да. Ищет, ищет. Ищи, других вариантов все равно нет. Суетовок ты мой. Жри давай. А то там кошки сейчас будут орать на заднем плане, завидуя тебе, что тебе дали, а им нет. Угу. Что-то да, сегодня Катрель заблудился прям вообще в трех соснах. Никак голову найти не может. Что ж такое? Как же так получилось? Уже везде проверил, головы нет. Бывает же такое. А, ты решил на стороне поискать. Ну, ну. Вот незадача, да. Вот такая фигня получилась у меня. Ну, ну. Забавно, конечно, наблюдать. А, ну, с середины сомневаюсь, что у тебя получится. Хоть у тебя рот и открывается, как бы, порядочно. Но не до такой степени. Вот, почти нашел, да, 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 да. Никак что-то. Ну, никак. Ты уже его и окружил. Уже он никуда от тебя не сбежит. И все равно какие-то сомнения. Жесть. Что опять у меня просишь? Нет, других вариантов нет. Даже не смотри на меня. Вон там твою. Да. Больше нету. Ешь. Суетолог. Угу, угу. Да. Ну, хотя бы начни с какого-нибудь направления для прилечия. Я уже не надеюсь, что ты с головы начнешь. Хотя... Опа, надежда умирает последней. Все нормально. Нашел. Скажи, кто ищет, тот всегда найдет. Да. Молодец. То я для прилечия круголя давала, вдруг. Еще бы что-то нашлось. Всякое в жизни бывает. Ну, вот не нашлось. Пришлось жрать то, что выдали. Никаких, скажи, альтернатив в жизни. А одно и то же. Каждую субботу. Ну, так как уже, наконец, разобрался, где начало, процесс пойдет быстрее. Я уже много раз рассказывала. С головы это у них запрограммированное кушать. Так у них быстрее все проглатывается. И процесс идет нормально. В принципе, они могут искриться с задних ног начать. Но это будет более трудоемко. А сейчас раз, два и, в принципе, запихнулся. Все нормально. Старается, товарищ, старается. Да, молодец. Ну, вот уже плечевой пояс пропихивает. Ну, да, видно, что тоже кормовой объект немножко был подтаявший. Потом повторную заморозку проходил. Это видно по вот этим вот мягкостям лишним. Ну, ничего для змеи это нормально. Не смертельно. Я уже рассказывала, просто не было света. И у меня в верхней части морозилки кормовые объекты подтаявшие были сильно. А вот нижние не пострадали вообще. Вот мы пока жрем те, что были в верхней, повторно замороженные, так сказать. А потом будем нижние запасы кушать. Ну, вот пол тела уже заглотил. Старается. Я больше выделывался, честное слово. Ждал с моря погоды, а вдруг еще что-то обломится. А, ну, не судьба. Красавчик какой, гляньте. Переливается весь. Красивый, товарищ. Последние штрихи. Почти, почти. Давай, давай, солнце мое. А то еще карамелька там голодная сидит. Давай, молодец. Все, с задачей справился. Больше выделывался, искал начало. Оказывается, в принципе, искать-то не надо было. Все было на видном месте. Вот и все. Ребенок покушал. Сейчас постелим чистую салфеточку. Одноразовый полотенчик. Водичку поменяем. Влажную камеру увлажним. И все, будем переваривать, скажи. Он сейчас пропихнет все это в желудок. Вот такими вот сокращениями тела. Вот так вот в волну погнал, так сказать. И все. И теперь у него несколько дней беспокоить нельзя. Будем переваривать. Все. Имущество вернуло. И ребенок сейчас пойдет в будку, так сказать. Отдыхать. Беспокоить не буду. Пусть занимается.